По информации аграрного ведомства, специалисты проводят разъяснительные работы среди земледельцев Чуйской, Таласской и Иссык-Кульской областей об увеличении площадей под выращивание сахарной свеклы. По предварительным расчетам, 14 тысяч гектаров позволит обеспечить внутренний рынок Кыргызстана сахаром-песком на 75%. Сеид Мустаков не понаслышке знает проблемы выращивания сахарной свеклы. По словам руководителя сельскохозяйственного объединения, для получения хорошего урожая этой технической культуры, необходима прежде всего заинтересованность земледельцев. Сея, допустим, сейчас какую-то любую культуру, касающуюся пшеницы, сахарной свеклы, масляничной культуры, чтобы он знал, что осенью будет на нее цена, и он будет оправдать все его расходы, и он получит какую-то небольшую прибыль. Допустим, в Америке, в Европе, там осенью министр сельского хозяйства дает какой-то прогноз, что на будущий год такие-то культуры будут в приоритете, и будет такая-то цена. Но было бы хорошо, если бы наше министерство или правительство какой-то осенью давало прогноз. Маловодие прошлого года и низкие цены на сахарную свеклу – одни из главных причин сокращения площадей под эту техническую культуру. По информации руководителя службы водных ресурсов, обильные и мартовские осадки дают возможность выращивать выгодную культуру. Мы предлагаем сеять сахарную свеклу в Кеминском, Чуйском, Сокотинском, Соколусском районах, где более водообеспеченные районы. То есть растительная норма у них в три раза больше, чем, допустим, по Филовском, Деевском районе. С учетом мартовских осадков, я думаю, что мы выйдем на норму. Почва набрала, я думаю, достаточный объем влаги. Я разговариваю со всеми районами 50 сантиметров, 60 сантиметров. В том году у нас и 10 сантиметров не было. Тем временем специалисты аграрного ведомства предложили выращивать сахарную свеклу и земледельцам Иссык-Кульской области. По заверению представителя Минсельхоза, в регионе есть все возможности возделывать техническую культуру. В 2022 году предлагаем аграриям увеличить и довести площадь сахарной свеклы до 14,5 тысяч гектаров в Чуйской и Таласской областях. В этом году проводим переговоры с земледельцами из Иссык-Кульской области, чтобы они уделили внимание выращиванию свеклы. Чтобы решить проблемы со свекловичными селками, мы переговорились с заводом-изготовителем, и они готовы помочь после завершения посевной Чуйской области. Транспортировка будет осуществляться баржей до Балакчи, потом по железной дороге до Переработчика. По программе Минсельхоза в течение пяти лет намерены полностью обеспечить сахаром внутренний рынок Кыргызстана. По мнению экспертов, выгоднее заниматься выращиванием сахарной свеклы, чем импортировать и помогать экономике других стран. Для этого необходима всесторонняя поддержка свекловодов, которые способны обеспечить продовольственную безопасность Кыргызстана. Усен Кульбаев, Бегжан Туктасонов, Аллату, 24.